Добрый день, друзья! На связи Рина Пинтонидо, Риэлтор из Флориды. И сегодня мне хотелось бы закончить разговор о видах недвижимости и начать разговор о видах инвестирования. Поскольку вот в прошлый раз, когда я рассказывала вам о видах недвижимости, я забыла рассказать вам о ферме, которую упоминала, и еще сегодня мы поговорим о мобилхаус. Ну вот давайте начнем с мобилхаус. Раньше вот это назывались действительно дома, которые перевозные, то есть они, их можно было перевозить по улице, то есть они в форме такого вагона, метра три у них ширина стандартная, то есть это был такой вот, как мы скажем, негабаритный груз, который можно было погрузить на трейлер, перевезти куда-то и потом, значит, на стаканчике там поставить, поставить этот вагон и в нем жить. Это жилье может быть очень комфортабельным, в нем есть и туалеты, и ванна, все как положено, но отличие вот этого мобилхауса значительное. В настоящее время сейчас стали делать дома, вот мобилхаусы, они называются мануфактурхаус, то есть мануфактур, они состоят вот как бы из вот этих двух вагонов вместе и перевозятся тоже отдельно. Вот перевозится одна половина, вторая половина, а потом, когда они их соединяют вместе, соединяют вместе на болтах, и вот он стоит теперь дома, который уже шириной 6 метров получается. Но это по сути, по своей, не меняет его как единицу, как вид жилья. Мобилхаус никогда не будет считаться синглхаус, именно потому, что это мобилхаус. А разница состоит в следующем. Не на каждом участке можно поставить и мобилхаус, и мануфактурный дом. Почему? Потому что считается в Америке, что вот мобилхаус, он только вот он стоит, да, а земля, на которой он стоит, он не имеет права стоять на своей собственной земле. И поэтому вот когда мы тут присматривали участок покупать, одним из ограничений было, нельзя устанавливать на этом участке мобилхаус. То есть хозяин мобилхауса должен ежемесячно платить взносы за эту землю, за аренду этой земли. Мобилхаусы строят по принципу как кондоминимум, да, то есть на одной территории вот стоят вот эти дома. Стоят они очень недорого. Вот я видела, что там 3 на 2 мобилхаус можно было купить за 15 900 и прочее. Но должна сказать, что и продают их не так часто. И когда они стоят, вот это называется мобилхаус парк, то есть такая закрытая территория, на которой стоят вот эти дома. И вы можете купить его за небольшие деньги, но должны понимать, что каждый раз вы будете платить аренду. И бывает так, что аренда вот земли, на которой он стоит, этот ваш мобилхаус, она будет долларов 800. То есть считать, что его можно купить и сдавать, вы на нем ничего зарабатывать не будете. Потому что сдать его задорого вы не сможете, потому что это район, будем говорить, для нищих. И никто богатый там жить не будет. И при этом вы будете иметь расходы на аренду вот этой земли, на которой вы стоите, и на парка, вот как кондоминимума. То есть на обслуживание вот этой зоны, чтобы там чисто было, чтобы там дороги были, чтобы убирался мусор и прочее. То есть вы на вот это все будете оплачивать. Я знаю, у нас вот есть как бы мобилхаусы вокруг, в мобилхаус парк, но я вот честно как бы не понимаю, потому что это очень много расходов. И вообще вот все, что вот я видела как бы в Америке, вот там, где можно задешево купить, то обязательно будет большой расход. Большой расход потом в течение месяца. То есть вот эта вот дешевизма, она дутая. Вот бесплатный сыр только в мышеловке. И последний вид недвижимости, который есть, это фермы. Вот у меня, многие мне задают вопрос относительно того, а вот как вот относительно вот размера участка. Вот в черте города, вот если больше участок, значит больше же стоит он. Здесь это не работает. Если у вас большой участок, ну это дополнительный плюс. Но на кардинально, на стоимость дома это не влияет. Это будет влиять на стоимость дома, размер участка я имею ввиду, только в случае, если это ферма. Фермой считается, вот вообще жилой недвижимостью во Флориде считаются участки, по-моему, до 10 или до 15 акров. Но если мы будем брать, что акр это 40 соток, можете посчитать, посмотреть. Я не помню, это уже до 10 или до 15, но это и не важно. В основном вот фермы это 3-5 акров земли. И вот в этом случае, то есть чем больше у вас участок, тем больше будет стоить вот дом на нем, там постройки и вот сама земля, вот тем больше это будет стоить только в том случае, если это ферма. Если это не ферма, если это в течение в городе продается участок, ну большой участок это дополнительный плюс. А может и не быть, понимаете? То есть это не сильно, размер участка не сильно влияет на его стоимость. И если вот мы будем исходить из того с вами, что мы с вами говорили о различных видах недвижимости, да, и в какую недвижимость проще всего вкладывать. Вот резюмируя сказанное, будем с вами смотреть. Значит, если мы берем мобилхаус, купить его дешево очень, но затраты ежемесячные очень высокие. То есть аренда земли, оплата фи в этом мобилхаус парк и коммунальные платежи. Вот расход идет по нему. Если мы берем кондоминимум, то есть в этом случае, если это будет конда, квартира или таунхаус, вот как я вам показывала, это будут у вас, вход вот в это, да, инвестиция будет, может, небольшая. Хотя сейчас цена меняется, но это будем так говорить. Я вам такой вот сделаю сравнительный анализ, поэтому в следующий раз за одни и те же деньги, какие конды мы можем купить, да, и какого размера, и какие дома мы можем купить, синглхаус, какого размера. Но в конда это будет всегда у вас дополнительные фи, которые вы, дополнительные деньги на обслуживание этого конда, которые вы не возьмете со своих арендаторов, но которые вы будете вычитать из арендной платы, которую они вам будут давать. То есть арендная плата будет снижаться на эти фи. В разных штатах это разные суммы, если мы будем говорить о том регионе, где я живу, это, как правило, вот самая средненькая, такая простенькая, около 300 долларов в месяц. Синглхаус, если мы будем с вами смотреть, синглхаус здесь не такой большой, вернее, не такой малый вход, то есть либо вы покупаете дом, который требует ремонта и доделываете в нем ремонт, что это затратно. Второй момент, либо вы покупаете дом подороже, и то есть это будет дороже, вот если мы будем брать состояние, площадь и прочее, синглхаус будет дороже стоить, чем конда. Но в синглхаус, если вы покупаете его за кэш, то вы здесь уже никому ничего не должны, вы платите только налог годовой на этот дом, а все остальное, что у вас, если будет арендатор, вы можете забирать себе, то есть платите налог с прибыли и забираете эти деньги себе, то есть это достаточно интересно, потому что это больше. А вот относительно фермы, вот я не знаю, кто там снимал ферму и за счет чего там они могут делать, потому что фермы, они, как правило, где-то в глубине, они недорого стоят, и там, то есть там живут и работают люди, которые работают на этой ферме, то есть у них там будет уже свое какое-то хозяйство такое, те же самые огороды, и я видела, что там вот выращивают цветы в горшках, которые потом продают у нас в магазинах, и в каких-то вот, в каких-то маркетах, то есть они туда их сдают, растения, растения, деревья, там цветы, вот все, кустарник, все что угодно, здесь очень много чего растет, то есть они как-то используют эту землю для себя, я не видела того, чтобы там кто-то там сдавал какие-то фермы, покупал и сдавал фермы. Другой момент вот инвестиций здесь, если мы будем говорить инвестиции в недвижимость, это если вы покупаете недвижимость и потом ее доделываете и с хорошей прибылью продаете. Такой момент тоже может быть, и такой вид инвестиций тоже может быть. Но вот хотела показать вам интересный пример, но потом решила там по карте не дергаться, вот сразу я вам расскажу, смысла в этом нет. Когда я ездила на Open House, вот недалеко отсюда, в районе Hard Rock Casino, здесь у нас в районе казино, и потом я исследовала, так сказать, вот это все, что там есть. Там есть большое озеро, и прямо на берегу первая линия этого озера там построен дом. Вот не буду вдаваться в подробности, что купили они этот дом и перестроили, или они сами его, так сказать, построили. Я обратила внимание на то, что большой участок, дом, опять спален, три санузла. Да, то есть дом, оценочная стоимость дома порядка 370, по-моему, тысяч. То есть я обратила внимание на то, что оценочная стоимость гораздо выше, чем оценочная стоимость вот в этом соседстве. И то есть, значит, дом шикарный просто, большая там площадь написана, все там хорошо. То есть оценочная стоимость дома достаточно высока, дом большой. И они пытаются этот дом сдать уже два года. Они вначале пытались сдать его за 2000 долларов, он не сдался. Они его сняли, потом пытались сдать за 1500, он не сдался. Они снова сняли его с листинга и сейчас снова поставили его за 1450. И я вот смотрю на это, вот, да, вот с точки зрения инвестиций, это была инвестиция провальная. Почему? Потому что в том районе, где это все делается, да, они могли бы построить этот дом шикарный и жить в нем. То есть они бы имели роскошный дом, лучший дом в соседстве, в первой линии перед озером и со всеми удобствами большой красивый дом. Сдавать его в этом случае явно невыгодно. Первое, потому что это не ценовой показатель вот этого района. Вот здесь мы говорили, что средний дом, который на сдачу, три спальни, два санузла. Вот это вот классный дом. То есть это на семью. На семью. Если вы хотите, покупаете дом, там, две спальни, два санузла, или две спальни, один санузел, то этот дом будет небольшой по стоимости. Это будет для одного или двух человек, или там мать-одиночка с ребенком. То есть или муж с женой без детей. И по стоимости это будет значительно ниже. Ну, процентов на 30, наверное, ниже, чем дом 3 на 2. Потому что жить в нем будут меньше людей. Но его также за это время и не убьют его так, как убьют вам дом 3 на 3, 2. Дом 5 и 3, то есть должна быть большая семья, или должны быть богатые люди. И если вот в этом районе люди рассчитывают на 1000 долларов в месяц, ну, нет людей, которые будут платить полторы тысячи вот за этот район. Может быть, за какие-то другие районы будут и готовы, и будут платить полторы тысячи не за дом 5 спален, 3 санузла, а за дом 3 спальни, 2 санузла. Но это будет другой район, другое соседство. То есть вот здесь, прежде чем вот инвестировать во что-то, нужно понимать, что вы делаете и для чего вы хотите это делать. И если получается вот такой вот красивый дом, вот у меня большой вопрос, смогут ли они его за оценочную стоимость даже продать в том районе, где, ну, как бы будем говорить, нейборхуд не очень хороший. Ну, там вот не айс. Мы недавно, вот закончить хочу, мы гуляли с Джоном на Рождество по Южной Тампе, и вот я делала там видео, как раз вы это видели. И мы с ним заговорили о том, что находится на другой стороне Южной Тампы, на другой стороне залива, вот где устье Хилсбора выходит. И он мне сказал, что, а там находится Дэрис Айланд и Харбор Айланд. А я спросила, что это такое? Это острова, и это очень дорогая недвижимость. Я сегодня туда глянула, увидела, что да, именно про это я хочу вам рассказать в следующий раз. Про то, какая недвижимость бывает, вот мы с вами говорили про какой-то минимальный порог, вот про то, какая недвижимость бывает в дорогих районах. Если мне удастся съездить туда на Open House посмотреть, я обязательно вам сделаю это видео и покажу, потому что все-таки можно как бы рассчитывать на свой кошелек, но хочется смотреть и на что-то большее, на что-то более интересное. А с вами была Арина Пинтонидо, риэлтор из Флориды. Если у вас возникли вопросы, пишите, отвечу. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если хотите снять, купить, продать недвижимость во Флориде, я к вам с шимуслогом. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!